Ну что же, мои дорогие, всем огромный привет! Меня зовут Карина Аракелян, и у меня очень прекрасное настроение, поэтому сегодня я готова сделать супер-мега-потрясающий обзор. Я, на самом деле, уже отвыкла делать какие-либо распаковки, а сегодня, да, у нас будет суперский обзор на адвент-календарь от L'Occitane. У меня вот такой вот огромный пакет. Если я что-то буду произносить неправильно, простите меня, пожалуйста, я тоже человек. Ну и этот адвент-календарь мы с вами сравним с вот таким вот потрясающим от L'Etoile. Я купила два адвент-календаря, и первый, внимание, стоил 2000 рублей, фотографии чеков я прикреплю к этому видео, чтобы прямо сейчас вы увидели цену. Итак, адвент-календарь от L'Etoile у нас стоил 2000 рублей. Ну и адвент-календарь от L'Occitane, вот в таком вот золотистом пакете, стоил 9700 рублей. И он выглядит очень-очень привлекательно. Не знаю, буду ли я монтировать это видео в новогодней тематике, но сейчас все бренды с косметикой, да и не только с косметикой, но и с одеждой, со сладостями, выпускают вот такие вот адвент-календари. Для тех, кто не знает, что это такое, это для поднятия, так сказать, новогоднего настроения. Каждый день вы получаете какой-то приятный подарочек в миниатюре в основном. И эта тема в последнее время, блин, стала настолько актуальна, что я тоже решила попробовать купить. L'Occitane. Итак, L'Occitane это у нас бренд косметики. Естественно, он будет чуть подороже, нежели чем L'Etoile. Сегодня мы откроем два адвент-календаря и сравним их вообще, как они выглядят, как они оформлены. Я очень редко повторяюсь, делаю распаковки, поэтому же, если вам понравится это видео, то я сниму вторую часть. Итак, денег на бренд L'Occitane мне было совершенно не жалко, да и к тому же вот этот календарик от L'Occitane стоил недорого, 2000 рублей, с учетом того, что там достаточно много косметики. В общем-то, я думаю, что нас сегодня ни один бренд не подведет. Перед распаковкой я хочу сказать, что вы обязательно должны подписаться на мой канал, чтобы не пропустить очень много крутых и интересных видео. Обязательно поставьте лайк, ну и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Я хочу пожелать вам приятного просмотра. Подготовила вот такие вот зеленые ножницы. И сегодня мы с вами распакуем эти два календаря. Адвент-календаря. Господи, как же я надеюсь, что я все правильно произношу. У меня был адвент-календарь от NYX, где я каждый день распаковывала помады в своем ТикТоке. И знаете, их реально оформляют по-разному. Например, вот этот календарь от L'Etoile, он открывается как открытка. А вот этот оформлен как небольшая такая тумбочка, и мы будем получать и открывать подарки, открывая как ящички. По очереди каждый сюрпризик. При этом этот календарь уже выполнен в новогоднем стиле. Ну что же, повторюсь. Желаю вам приятного просмотра. Запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Сегодня мы с вами узнаем, какой все-таки адвент-календарь круче и интереснее. Ну, соответственно, они отличаются по стоимости. Но так как у всех нас вкусы разные, возможно, вам понравится не такой, какой понравится мне. Мы можем начинать. Поехали! Ну и, естественно, начнем мы с самого интересного. Это у нас адвент-календарь от L'Etoile. Все знают бренд L'Etoile, но не все знакомы при этом с брендом L'Occitane. Поэтому я начну вот с этого календаря. Косметика там достаточно бюджетненькая. Поэтому мы с вами сейчас откроем этот календарик и оценим его. Повторюсь, стоил он 2000 рублей. Конечно, ножницы мне не нужны. Я же Карина Аркелян. Фу! Сделаю я это вот таким образом. И так выглядел этот календарик. Вот так вот. Мы его открываем. И тут тоже, я хочу сказать вам, все вот так вот по-новогоднему. Очень красиво оформлено. Поэтому давайте начнем с циферки 1. Достаем мы с вами какой-то карандашик. Я предполагаю, что это карандаш для подводки. И он с таким коричневеньким оттенком. Красивенький. Им можно подводить глаза. И выглядит он очень красиво. Карандашик этот у нас подтачивается, естественно, с помощью точилки. Ну и на руке, соответственно, он выглядит чуть-чуть посветлее. Красивенько. Я думаю, с помощью него можно сделать суперский мейкап. Продолжаем. Циферка номер 2. И я предполагаю, что тут тоже будет карандаш. Но, скорее всего, черный. Да, и я угадала. 100%. Я бы тоже хотела выпустить свой календарик. И вообще, я бы хотела стать бьюти-блогером. Но макияжу я еще не научилась нормально делать. Итак, тут точно такой же, но черненький карандаш. Он уже темный, красивый. Мне, как обычно, написывают. Итак, кто же у нас тут? Мои друзья зовут меня погулять. А, ну ладно, я снимаю видео. Циферка номер 3. Я сегодня чувствую, ноготки мои поломаются. Оба-на! И тут у нас очень красивые тени. Сейчас мы их аккуратненько достанем. Аккуратненько, к сожалению, не получится. Оба-на! Тени в перламутровых оттенках очень красиво выглядят. Откроем. Сегодня я себя, ребят, буду мучить. Потому что с моей-то длиной это сделать сложно. Да, тут все в миниатюрах. Красивенькие оттенки. Вообще, у меня раньше были тени от L'Etoile. И я вам хочу сказать, что они очень хорошо выглядят на глазах. Каких бы оттенков они не были. И при этом с помощью именно вот этих цветов можно сделать крутой мейкап. Продолжаем распаковочку. Открываем циферку номер 4. Итак, это у нас, я так понимаю, либо бронзер, либо хайлайтер. Сейчас мы это с вами узнаем. Вот так вот он выглядит. Открываем. Это у нас, да, скорее всего, бронзер. Очень круто выглядит. И красиво блестит. Супер. Я очень люблю миниатюры. Я обращала внимание на то, что многие продуктовые магазины делают такие небольшие коллекции с миниатюрами. Не помню, где это было, но выпускали миниатюры каждого продуктика. Там сладости, шампуни. И это очень круто использовать даже для кукол. Напомните мне, ребят, в комментариях, какой магазин делал такую коллекцию. Суперский бронзер. Продолжаем. Циферка номер 5. Знаете, что я вам хочу сказать? За 2000 рублей это не такой уж и плохой календарик. И можно поднять настроение. Итак, что-то черное. Я предполагаю, это подводка. Нет, это у нас коричневая тушь. Да, это у нас вот такая вот миниатюра коричневой туши. Очень красивенькая. Блин, я обожаю миниатюры. Все так аккуратненько выглядит. Можно взять с собой куда-нибудь в путешествии, если не хотите брать, например, свою огромную тушь. Это тоже плюс. Продолжаем. Циферка номер 6. Итак, тут у нас лежит, как вы можете заметить, помада. Причем очень красивого оттенка. Упаковка, кстати, ребят, обычная такая, пластмассовая. И иногда, может быть, неудобно доставать. И, соответственно, в самом конце ваш адвент календарь превратится в что-то непонятное. Но мы же его покупаем ради косметики, правильно? Поэтому получаем вот такую вот прекрасную помадку. Сейчас мы проверим, матовая она у нас или нет. Нет, не матовая. Очень красивого нежно-розового оттенка. Супер. Продолжаем. Циферка номер 7. Тоже помада, только помада. Это а-ля карандаш. Далеко не блеск, но очень даже похожего оттенка. Нежного и аккуратненького. Кстати, ребят, я думаю, вы знаете, что я очень редко использую помады. Даже сейчас у меня на губах нету абсолютно ничего. Но и если вдруг когда-то такое происходит, я использую примерно вот такие оттенки. Нежно-розовые. И в основном я люблю матовую помаду. Интересно, будут ли у нас сегодня матовые помады или нет, но это очень красивенько. Выглядит темнее. На руку она нанеслась очень светлым оттенком. Достаем следующий сюрприз. Это у нас, похоже, тоже какая-то помада. Это у нас тоже блеск, скорее всего. Да, это блеск, и он очень красивый. Он очень круто переливается. И я очень надеюсь, что я не ошибаюсь, потому что переливается настолько круто, что это даже можно назвать жидким хайлайтером. Но суперкруто выглядит. Циферка номер 9. Круглая. О, это у нас стопроцентный, ребят, хайлайтер. Причем хайлайтер-то красивый. Открываем нашу миниатюру. Такой перламутровый. Немножечко отдает золотистым цветом. И очень даже хорошо блестит. Маленький да удаленький, в общем-то. Открываем дальше. Оба-на. Тут у нас что-то для контуринга, я так понимаю. Неа. Это у нас, ребятки, тоже хайлайтер. Очень хорошо блестит. Запах такой, как будто бы детская косметика. Возможно, туда добавляют что-то не то. Но я бы нанесла такой хайлайтер на носик, потому что очень круто переливается. В основном я использую сухие хайлайтеры. Наподобие вот таких вот от MAC. У меня есть два хайлайтера. Розовый. Он такой, как пудра. Не особо блестит, но хорошо переливается. И вот такой вот. Он тоже внутри розовый. Я его использую уже очень давно. И там в основном блестки. Переливается капец как. Перебарщивать с ним лучше не стоит. Итак, продолжаем. Одиннадцать. О, тут у нас уже не косметоз, а наклейки для ногтей, как я понимаю. Наклеечки красивенькие. Достаются легко. Ну, естественно, на свои ногти я такое не нанесу. Дизайн на любителя, честно. Кому-то могут понравиться такие наклейки. Но мне они не особо нравятся. Я бы не стала делать с ними маникюр. В общем-то, тут сердечки. Ничем не пахнет. Ну, естественно. Не знаю, зачем я решила это понюхать. Но наклейки для коротеньких ногтей, я думаю, сойдет. Вам как такие наклейки, обязательно напишите в комментариях. Дальше циферка двенадцать. Это у нас, соответственно, лак для ногтей. И он, блин, красного цвета. Как раз-таки под Новый год. Причем, ребят, красный цвет-то очень-очень ядерный. Блин, я бы не стала делать таким маникюр. Я очень люблю, если делать маникюр в красных цветах, то я бы взяла чуть-чуть потемнее. А этот, наверное, даже чуть-чуть неоном отдает. Пахнет, естественно, лаком для ногтей. Тут, естественно, и наклеечки, наверное, для обычного лака. По линке, может быть, я сделаю такой маникюр. А сама я хожу с гель-лаком, поэтому лаки я не использую. Это для меня ненужная вещь, поэтому я думаю, по линке пригодится. Она как раз-таки начала увлекаться маникюром. Прикиньте, хочет научиться делать ногти. Делать ногти. Циферка тринадцать. И тут у нас тоже дальше идет палеточка. Палеточка с тенями. И оттенки тут уже, если сравнивать с первой палеткой, чуть-чуть другие и потемнее, нежели чем первая палетка. Тут такие оттенки беленькие, как перламутровые. Под мои ногти, кстати, подходит первый оттенок. Ну и далее тут такой ближе к коричневому, бордовенький и серый. С помощью такой палетки тоже можно сделать крутой вечерний макияж. Ну, я так думаю. Попробую. И, естественно, попробую в своем инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Дальше циферка номер четырнадцать. Это у нас стопроцентная пудра. Нежного цвета. Красивенькая. И хочу обратить внимание на то, что вот такие вот пудры и хайлайтеры очень тяжело открываются, в особенности с моими ногтями. Это сделать непросто. Стараюсь открыть, не получается. Поэтому вы просто сейчас, ребятки, на своих экранах видите, как выглядит эта пудра, естественно, вблизи. Я постараюсь еще раз открыть. У меня не получилось, но я и так вижу оттенок этой пудры. Кстати, пудру я очень редко использую. Ой, румяна. Как обычно. Из меня чудесный бьюти-блогер. Пудру спутать с румянами. Карина Аракелян. Могу, умею, практикую. Итак, далее. Циферка пятнадцать. Рвется просто. Это у нас тоже румяна, но они будут потемнее. Румяна красивенькие. Ну, соглашусь. Именно такой оттенок румян мне нравится больше, если сравнивать. Первый оттенок, то вот этот мне нравится больше. Потому что и тени я использую редко. Таких светлых оттенков. Дальше циферка шестнадцать. Тут у нас тоже, я так понимаю, блеск для губ. Открываем. Да, очень красивый блеск для губ, который супер переливается. Но я не люблю блеск и объясню, почему. Очень сильно липнут волосы. Прям капец как. Поэтому я предпочитаю матовую помаду. Циферка семнадцать. Что-то тут у нас маленькое. Открываем. Тут у нас, скорее всего, жидкие тени. Такая красивенькая баночка. Очень маленькая. Говорю же, все в миниатюре. И да, тут жидкие тени. Такого оттенка темненького. Но, думаю, на глазах будет выглядеть круто. Дальше восемнадцать. О, даже это продумали, ребят. Тут у нас уже точилочка для карандашей, которые мы с вами открывали в самом начале. Девятнадцать. Оба-на! Тут у нас уже пошло все для маникюра. Как вы видите, я открыла и вижу блестящую ее. Даже можно назвать, наверное, новогодней. Такая красивенькая пилочка. Пилочка, естественно, для ногтей. Но вот пилочка может даже мне пригодиться, если я сломала кончик ногтя. А такое очень часто происходит. Просто подпилю и все. Пилочка хорошая. Циферка двадцать. Тут у нас тоже тени. Но тени у нас темные. Очень-очень темные. А вы какие тени, ребят, предпочитаете? Какие из ритуалей вам понравились больше всего? Эти темные я бы, наверное, использовала на какой-нибудь вечер. Или же на вечернее мероприятие, естественно. Дальше циферка двадцать один. Вот так вот я через жопу все открываю. И как вы видите, тут у нас лежат кисточки. Кисточка для губ. Кисточка для теней. И кисточка, как я понимаю, для румян. Все правильно, да. Совсем я тут точно угадала. Эти кисточки я помню. Да, как обычно. Я когда покупала в детстве такую детскую косметику, которая еле как видна, там постоянно прилагались такие вот кисточки. И они мне сейчас очень напоминают детство. Мы уже почти заканчиваем с литуалем. Циферка двадцать два и двадцать три. Тут у нас ярко-розовый блеск для губ. И жидкие тени в очень красивом оттенке. Нежно-кремовом таком. Если открыть, я обращаю внимание на то, что да, тут тоже блестки. Такой перламутр. Можно нанести на уголок глаза. Или просто, если вам лень делать макияж, просто-напросто нанести на весь глаз. На все века. У нас тут осталась дальше циферка двадцать четыре. О, тут у нас точно на Новый год. Красная помада. Ярко-красная помада. Ну, такой оттенок я уж точно использовать не буду. Красные губы, я уверена, никто из вас еще на мне не видел. Если хотите, напишите в комментариях. Тут у нас тоже румянки. А, нет, это не румяна. Это у нас суперский розовый хайлайтер. Очень круто переливается и блестит. Вообще супер. Циферка двадцать шесть. О, это у нас точно для крутого маникюра. С красным цветом, да, очень хорошо на ногтях выглядят блестки, а в особенности золотые. Поэтому с помощью этих лаков можно сделать крутой маникюрчик. Дальше циферка двадцать семь. Тут у нас вот такая вот кисточка. Очень маленькая. То есть она без палочки. Скажу так. Да-да-да, бьюти-блогер, повторяюсь. Кисточка побольше. Это уж точно для хайлайтера или для румян. Куда-нибудь в маленькую косметичку сложить сам это. Ну и последние четыре продуктика я открою, потому что я уверена, вы уже очень хотите посмотреть адвент-календарь от Локситан. Поэтому открываю. Тут у нас последние продуктики. Это два карандаша для губ. Они ярких оттенков. Такой красненький и уже ближе к бордовому. Далее у нас тушь. Хорошо, что они про нее вспомнили. Вот это уже черное. Ну и последний продуктик. Это у нас блеск для губ, который переливается чем-то таким космическим, ближе к фиолетовому оттенок. Но тут на любителя. Ну и теперь мы наконец-то с вами приступаем к Локситану. И в конце подведем итоги. Адвент-календарь от Локситан. Тяжелый. Стоил, повторюсь, 9700 рублей, чтобы вы не забыли. Цена дорого. 100% дорого. Открывается он вот таким вот образом. Новогодний. И я думаю, что это отличный подарок кому-нибудь перед Новым годом. Сейчас мы с вами будем сравнивать. Итак, открываем первый ящичек. Тут мы видим циферку 1, циферку 15, 11, 17, 5 и 9. Далее открываем второй ящичек. Тут мы уже видим 16, 14, 6, 18, 8 и 12. Все не по порядку, а очень грустно. Циферка 4, 13, 22, 20. Ну и, соответственно, последний ящичек. 2, 23, 19, 24, 21, 7, 3, 10. Все в разброс. Я думаю, это сделали консультанты, потому что я когда в магазине интересовалась, они что-то там перебирали или же сложили как-то не так. Но мы с вами будем открывать все по порядку. Поэтому погнали. Циферка номер 1 у нас вот в таком вот большом ящичке. Вот так вот мы аккуратненько достаем. Блин, ну просто суперская упаковка. Все так офигенно оформлено. Мне очень-очень нравится. Мы достаем с вами вот такой вот красивый продуктик. И сейчас я даже скажу, что это такое. Минус этого адвент календаря в том, что продукты не подписаны на русском языке. Я английский очень плохо знаю, поэтому я заранее на сайте посмотрела, какие продукты там будут. И это у нас нежный шампунь для волос. Миндаль. Сейчас я вам опишу его запах. Ммм, очень приятно пахнет. Нанесу чуть-чуть совсем на руку. Ага, нифига, это не шампунь, ребятки. Я даже могу сказать, что это. Мгм, потому что у меня уже есть точно такой же продукт дома. Это у нас молочко для тела, которое очень хорошо пенится, когда вы моетесь. И его нужно использовать прям по граммульке. Потому что когда вы используете воду в душе, используя это молочко, оно очень пенится. Вот прям поверьте мне. И аромат просто изумительный. Вы обязаны это понюхать. Только я могу так объяснять. Круто. Ара Келян. Ну что же, продолжаем. Циферка номер два вот в таком вот ящичке. Открываем. Вау, как тут все миленько, посмотрите. Открываем. Достаем продуктик. Это у нас что-то такое миниатюрное, красивенькое. Я так понимаю, это парфюм. Миниатюра парфюма. И да, я угадала. Вот такой вот маленький пробничек, даже можно сказать, парфюма. И его можно использовать очень долгое время. Скажу на собственном опыте. Потому что у меня есть вот такой вот пробник. Даже не пробник. Маленькие духи от Живанши. Они уже почти закончились. Прям на донышке их там. Это мой любимый парфюм. И с этим маленьким парфюмом шел большой. То есть этот я всегда ношу в сумочке. Соответственно, этот тоже можно долго использовать. Офигеть, ребят. Аромат просто суперский. Это унисекс сто процентов. Потому что этот аромат может подойти и девушке, и парню. Но судя по упаковке, это для девушек. Красота. Дальше в этом же ящичке у нас находится циферка номер три. Может быть, это специально так хотели сделать все в разброс. Чтобы человеку еще было приятно искать циферку, которая ему нужна. Итак, достаем. Далее у нас крем для рук. Я уже вижу эту прелесть. Упаковка изумительная. Блин, ребят, я просто в шоке. И этими духами пахнет сейчас на всю комнату. Они прекрасны. Да, это у нас крем для рук. Если я не ошибаюсь. Да, пахнет чем-то таким кокосовым, что ли. А ну-ка чуть-чуть нанесу на руку. Отдает какими-то розочками. Я даже сейчас посмотрю в телефоне. Такой классический крем для рук. Чем-то напоминает парфюм. Вообще, от Локситан очень хорошая крема для рук. Я прям использую и очень довольна. Вообще, ребят, ни в коем случае не реклама. Я честно говорю. Сейчас будем с вами распаковывать на моем канале все чаще и чаще эти адвент календари. Адвент календари. Продолжаем. Циферка номер 4. Мы ее сейчас с вами найдем. Вот такая вот она у нас. Большая, золотистая. Открываем и видим масочку. Нет, это не масочка. Я вижу. Это у нас миндальный скраб для тела. Даже написано миндальный скраб мюсли для тела. Прикиньте, ребят. Просто супер. В моем инстаграме я поделюсь своим мнением по поводу этого скраба, когда пойду в душ. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Дальше у нас циферка номер 5. Как будто бы играю в лото. Господи. Открываем. И видим опять что-то похожее на крем для рук. Да, это у нас крем для рук. Точно такой же, какой был, только чуть больше. Поменьше можно подарить подружке, например. Пахнет он чем-то таким спокойным. И этот аромат уже не так ярко выражен, как предыдущий. То есть тот крем для рук пах очень ярко. А этот так, стандартно. Как обычный крем. Вот честно. Новенькая коробочка такая. Еще ничего отсюда не доставали. Циферка номер 6. Золото. Тут у нас вот такой вот голубой крем. Это даже у нас не крем, а... Это у нас как пенка для лица, которая наносится как гель. Пенится. И ваше личико потом очень хорошо увлажнено и приятно пахнет. Продолжаем дальше. Вот такая вот у нас тут красота. Циферка номер 7 у нас в другом ящичке. Достаем мы отсюда тоже какой-то кремик. Да, он очень маленький такой. И это у нас энергетический флюид для лица можжевельник. То есть реально, ребят, пахнет можжевельником. Чуть-чуть нанесу. Аромат яркий. У меня все руки пропахли локситаном. Блин, какая-то фишечка, ребят, есть в этом бренде. Обожаю. Вообще супер. Далее ящичек под номером 8. Достаем мы отсюда крем для рук медовый фестиваль. Именно так он называется. Ярко-оранжевого цвета. Нанесу уже на другую руку и передам вам аромат. Мед чувствуется, но при этом пахнет чем-то не очень приятным. Крем похожий на какую-то то ли жвачку, то ли что-то в общем неприятное. Этот аромат, то есть крем для рук, явно не для меня. Мед я люблю, но сюда что-то еще такое добавили, от чего мне не особо понравился этот крем. Ну, именно по аромату. А увлажняет он, я уверена, очень круто. Далее девяточка. Тут у нас SOS маска для волос. И выглядит она вот так вот. И называется она сияние. То есть, обыкновенная масочка, которая придает вашим волосам сияние. Какого она цвета-то хоть, дайте посмотрю. Уверена, белого. Нет, ребят, такого желтенького. Видите? Пахнет каким-то скрабом от Lush. Очень люблю скрабы от Lush. И эта маска очень напоминает мне скраб. Я уже запуталась, ребят, в цифрах, если честно. Поэтому достаем 11. Я стопудово сбилась, но ничего страшного. Я думаю, вы меня поймете. Вот такой вот черненький бутылек. Ага. Это у нас мист для волос. Я предполагаю, ребят, потому что тут написано все даже не на английском языке. Я пытаюсь разобраться. И да, эта штучка горючая, как тут указано. Пахнет реально таким... Не то чтобы гелем, но очень хорошей увлажняющей водичкой для волос, которая их питает, и они потом хорошо расчесываются. Достаем циферку под номером 12. Тут у нас что-то тяжелое. Итак, это у нас что такое? Ага. Это у нас, я так понимаю, молочко для упругости тела. Я немножечко нанесу на руку. Да. Стопроцентное молочко. И пахнет точно так же, как мы с вами доставали масло для тела, которое пенится. Помните такое желтенькое? Это у нас молочко. Циферка 13. И выглядит она вот так. Вот желтенькое. Достаем. У нас пошли дальше бутыльки. Это у нас шампунь. Это я вижу даже по консистенции. Пахнет он изумительно. Точно так же, как и то масло. И выглядит практически точно так же, только консистенция другая. Шампунь суперский. Ну, я не проверяла, проверю в своем инстаграме, Ник вы сейчас видите на своих экранах. Но я уверена, что шампунь офигенный. Это я уже выяснила по запаху. Цифра 14. Достаем. Открываем. И понимаем, что это у нас увлажняющий гель для лица. Это у нас вот такой вот гель, который питает вашу кожу. И, скорее всего, именно его я буду использовать перед сном. Дайте-ка попробую хотя бы нанести чуть-чуть. Ой, реально увлажняет. Даже перед макияжем, я думаю, эту штуку можно использовать. Прямо как водичка, но с витаминами. 15. Достаем. Ага, нифига себе. Это у нас, ребятки, мицеллярный шампунь. Аромэкология. Баланс и деликатный уход. Нифига себе. Причем шампунь-то маленький. Видимо, его не каждый день использовать нужно. Потому что он как-то особенно круто питает волосы. 16. Продуктик у нас. Ага. Крем для рук вишневый цвет. Итак, пахнет наверняка чем-то таким вишневым. И даже сакурой отдает. Как будто бы я нахожусь, ребят, где-то за границей. Офигеть. Супер. Очень люблю крема для рук. И в последнее время я их использую капец как часто. 17. Это у нас SOS маска для волос. Увлажнение. Тоже масочка. Такой вот голубенький тюбик. Это если у вас волосы вообще в состоянии ужаснейшем. Или же секутся кончики. Такие маски обычно помогают. Я всегда покупаю маски SOS. И волосы мои потом становятся просто идеальными. Эта коробочка у нас закончилась. Мы ее убираем. Дальше. 18. Тоже закончилось. Убираем. Осталось у нас совсем чуть-чуть. Это у нас какой-то... Вау! Очень красивый бутылек. Ребят, посмотрите. Я сейчас даже скажу вам, что это. Мицеллярная вода с чабрецом и огурцом. Нифига себе. Офигеть, ребят, реально. С ума сойти. Ну и аромат. Косметику таким очень даже приятно смывать. Так, цифра 10 у нас пропавшая. Я какую-то цифру точно упустила, но ничего страшного. Ой, какой маленький крем. В беленьком таком красивеньком тюбике. Легкий крем для лица. Кстати, на этом креме, ребят, написано на русском языке. Прикиньте. Единственный крем, на котором был русский язык. Офигеть. Тут написано легкий крем для лица. Супер. Но тогда все понятно. Дальше давайте просто по очереди уже доставать, потому что я уже запуталась. Итак, тут у нас что-то кругленькое. Вау. Это, я так понимаю, у нас бальзам для губ. Такой медовый. Посмотрите, как круто выглядит. Ммм. Супер. Да, это у нас бальзамчик. Посмотрите, причем, как оформлен. Оформлен просто изумительно. Циферка. Двадцать. Два. Открываем. Офигеть. Блин, как это все круто выглядит, ребят. Это у нас ночной эликсир. Мгновенная перезагрузка кожи. Ага. Нанес на ночь и утром проснулся с идеальной кожей, как попа младенца. Все это я буду тестить. Повторяюсь у себя в инстаграме. Поэтому именно сейчас. Коробочка, кстати, третья закончилась. Вы видите ник на своих экранах. Двадцать один. Достаем. Это у нас тоже какой-то маленький тюбик. Ультра улажняющий крем для лица. Маленький, значит, крем для лица. Вот что мы с вами выяснили. Ну и осталось у нас всего три коробочки. Время пролетает просто незаметно. С такой-то упаковкой. Это просто капец. Ну, за 9700 рублей, мне кажется, могли бы еще постараться. Далее у нас тут тоже написано. Бальзам для губ, кстати. Еще один. Давайте-ка попробуем нанесем. А то у меня на губах сейчас ничего нет. И я вам как раз скажу. На макароны похоже. Реально. Вкус макарон. Прикиньте. Такую бальзам. Будто бы я поела макароны. Крутое сравнение. Но реально отдает макаронами. Но увлажняет хорошо. Предпоследний. Это у нас циферка 19. Уже сбились со счет умы. Ничего страшного. Это у нас драгоценный крем для лица. Не знаю, в чем он драгоценный. Но выглядит супер круто. А его цвет сейчас я вам скажу. Обычный белый. Обязательно буду тестить. Ну и, соответственно, ребятки, это и есть маркетинг. Вы попробовали вот эти вот пробнички маленькие. Вам что-то понравилось. И вы уже пришли в тот магазин и купили большой. Соответственно, это так и работает. Ну и последняя наша коробочка. И мы уже с вами будем делать вывод. Открываем и смотрим, что же у нас тут такое. Это у нас... Ммм, тоже бальзам для губ. Только он такой твердый-притвердый. А, нет, нифига. Он выглядит твердым. Ммм. Но при этом вообще круто. Пахнет чем-то знакомым. Я сейчас посмотрю в телефоне. Не было ли этого? Да. Чудо-бальзам. Нет, не написано, с чем он. Вот он у меня в телефоне. Наверное, это и есть, да. Написано. Универсальный. Видимо, это стандарт. Обычный бальзам для губ. Ну и это были все продукты. Ну что, ребятки, подведем итоги. За 9700 рублей могли бы, конечно, постараться. Но я не пожалела, что купила именно такой адвент-календарь. Он очень круто выглядел. И очень жалко, что я так все растрепала. Наверное, я соберу обратно. Буду открывать заново. Ну а заново адвент-календарь от L'Etoile, дорогие мои. Мы уже не соберем. Не восстановим, так сказать. Потому что он уже в не очень состоянии. Ну, соответственно, 9700 рублей и 2000. То есть, наверное, можно сказать, дорого против дешево. Естественно, в моем случае побеждает L'Occitane. Потому что я больше предпочитаю именно такой косметикой пользоваться. В моем инстаграме, я думаю, поделюсь с вами моей любимой косметикой. Как бюджетной, так и небюджетной. Ну и к тому же в L'Etoile тоже есть очень хорошая косметика. Которая, я думаю, подошла бы просто всем. Я буду тестить, буду пробовать. Потому что с некоторыми продуктами, как и в L'Etoile, как и в L'Occitane, я не ознакомлена. Поэтому все буду тестить в своем инстаграме. А какой адвент-календарь вам понравился больше всего, обязательно напишите ниже в комментариях. А я очень устала. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Ну и к тому же, если вы хотите, чтобы я купила еще адвент-календарь. И мы с вами провели такой небольшой обзорчик под номером 2. Пишите ниже в комментариях. У нас с вами была Карина. Это был такой вот обзорчик. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok